здравствуйте уважаемые зрители нашего видео канала мы в этом ролике хотим вас познакомить с еще одной редкой я бы даже сказал раритетной моделью английской фирмы model transport фирмы это уже не существует достаточно давно и соответственно купить ее модели проблематично может только с рук на аукционах где-то в общем это такая редкость поэтому такой ретро ролик для ознакомления вероятность того что вы такую модель найдете крайне мало но по крайней возможно вам будет интересно как раньше выглядели модели и собственно как что такого может здесь лежать в этой коробочке произведена она в англии о чем свидетельствует надпись на коробке масштаб 176 так сожалению это не 72 76 он был очень распространен в англии с него собственно по сути и началась наземная техника на 72 масштабе то есть плавно перетекла до сих пор некоторые английские фирмы продолжают выпускать в этом масштабе модели ну тут тот же fx например в пластике раньше выпускал и сейчас выпускает там японцы поддерживали свое время сегао фуджиме и до сих пор что-то в нем выпускают но умирающий масштаб все перешло 72 тем не менее хочу заметить что разница не так уж и велика и в общем то если вы коллекционер то поставить на полку модель 76 масштабе и 72 тем более редкую ну иногда можно как бы пренебречь этой разницей тем более надо еще понимать что в общем то такие вещи делали эксклюзивно и так и до сих пор вот это вот например вот эта машинка нигде не выпускать возвращаясь к модели что мы здесь имеем это лейланд сапсайди трехтонник gs версия грузовичок первой мировой войны времен бортовой с кузовом внутри коробочки такая достаточно простая инструкция детали как видите очень немного внутри два пакета с деталью смолы начнем с больших смола ведь пожелтела уже возраста нее есть свойства тихонечку желтеть так сказать с возрастом это надо понимать ничего там страшного нет тем не менее вот она такая вот желтенькая соответственно мы имеем вот такую вот раму как я уже сказал она достаточно примитивно я выясню в принципе можно и так собрать ну чуть-чуть тут только подточить облой взять снять ступеньки достаточно примитивно выполнена на самом деле на реальной машине они отдельными деталями идут я бы вот эту деталь срезал и и вот эти держатели и соответственно сделал бы нормальные ступеньки и сделал бы нормальные соответственно держатели как вариант вот что дальше кузов кузов ну толстые борта не масштабно толстые но тут тут вариант заменить достаточно проблематичным надо практически все тогда делать с нуля как видите четыре ящика некое подобие баков изображено но опять же надо картинки смотреть и вот такие дверцы боковые оригинальные но тут как мы видим достаточно много облоя опять же требует приложение руб ну как я уже сказал с бортами к сожалению ничего не сделать придется смириться либо но нужно будет их перепиливать кабина вот такая вот кабинка внутри нет ничего то есть не педали не приборной доски ничего ну зато есть креслица как то вот так вот отлита опять же есть небольшие дефекты литья ну поправим руками и сверху на кабину устанавливается вот такая такой тентик я это называю кепка вот ну так в принципе слеплен достаточно примитивно но опять же в сборе видимо у изготовителя была у производителя была такая мысль что когда это поставится на кабину все что внутри видно не будет поэтому сильно не заморачивались с деталировкой на тот момент даблочек нам не нужен вот эта мелочевка включает в себя баранку включает в себя детали переднего бампера два два фонаря потом ручка переключения передач задний крюк и слева скобу вот еще вот такой вот ящичек но к сожалению весь в облое одна единственная фара которая может ускакать на нем скакал да еще один вот такой ящичек тоже под кузов большой ящик весь в пузырях к сожалению два задних крыла и колеса которые отливались как мы видим прямо вот так вот поэтому переворачивать их крайне не рекомендуется это задние это передние колеса вот такой собственно примитивный набор ну надо понимать опять же что это очень старый набор и тогда это был наверное такой верх совершенства потому что в те времена очень многие модели отливали вообще из металла или частично из металла значит и смола была тогда еще так сказать не так распространена широко ну в общем имеем то что имеем тем не менее из этого можно собрать неплохую модель грузовика английского очень популярного в свое время в Англии в период первой мировой войны и смотреться он будет неплохо ну и вот собственно что у меня получилось после сборки этой модели это страничка из моего блога на small scale workshop вы можете посмотреть то есть я собственно много чего тут переделал плюс добавил в кузов кое-какой так сказать скраб вот переделал я крылья сделал крюки сделал значит новые фары добавил бампер фары боковые значит зеркала полностью вот эту часть тоже сделал значит это можно сказать передний бампер крепление для ремней ремни тоже с нуля гудок внутри там рычаги кое-какие ящики крылья передние и задние жести ступеньки по новой ну в общем грубо говоря старые модели остались только буквально там сама кабина вот с передней частью и кузов там может пару ящиков да еще вот тут такие баки ну в общем тут много всяких доделок вот здесь вот написано текстом что собственно сделано ну посмотрите да и вот на английском тоже то есть в принципе из него такую как бы машинку более менее интересную можно сделать при желании но но нужно приложить руки вот на этом собственно этот обзор я завершаю с вами был скейл фэн до нового встречи новых видео об интересных и редких моделях в следующем году вот 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 вот